Наш гость Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, студия. Спасибо, что в очередной раз позвали. Ну вот, сюжет был прекрасный. Сейчас жалуются, понимаете, жены российских мобилизованных, жалуются российские мобилизованные. На что жалуются, правда, непонятно. Ну, действительно ведь, сами пришли в военкомат, взяли в руки оружие, приехали в чужую страну и почему-то жалуются, что их убивают. Ну, даже странно как-то, да, за что же их убивать-то? Ну, давайте еще раз. Приехали воевать, а их убивают. Ну, действительно это странно. Пора записывать, наверное, новое обращение к Путину. Да, действительно, вы правильно подметили их логику. Слушайте, мы приехали, а нас еще здесь убивают, да, то есть они обижаются еще, ну, как обижаются, возмущаются. Как так? Мы приехали к вам убивать там фашистов-бандеровцев, а вы нам еще не рады, вы еще нас убиваете. Видите, как парадигма сразу же изменилась. То есть мы должны отомстить за наших пацанов, за наших мальчиков. То есть уже прерывается вот эта логическая цепочка, почему сюда пришли, зачем сюда пришли. И она вот перерастает за наших пацанов и дайте нам оружие. То есть никто не говорит из-за этих орка-мамаш или орка-жен, что мы не хотим убивать, чтобы наши мужья убивали. Нет. То есть сводится к тому, дайте хорошее оружие, и они готовы снова убивать. А без хорошего оружия мы не готовы убивать. Видите, вот такой парадокс. Вы знаете, даже раньше, еще полгода назад, из этих заявлений слышалось, как минимум, отведите их на третью линию обороны. Вы обещали, что они будут в тылу охранять какие-то объекты, когда их там призывали в военкомат. Заберите их с передовой. Сейчас вот эти, как вы правильно назвали, орка-мамаши, они ведь даже не требуют забрать их с передовой. Они говорят, дайте им тяжелое оружие, вооружите их хорошо. Да, вот это вот действительно такой же перекос пошел. Я не могу сказать, утверждать, действительно ли они так считают, или вот они так... Ну, они так говорят. Хитрым, витеватым образом не хотят пойти против статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, да, вот там за дискредитацию, и вот таким образом разыгрывают. Ну, дайте, ну, и тогда мы пойдем. А пока не дали, мы не пойдем. Мы не отказываемся, конечно, но дайте вооружение. Не очень, конечно, воодушевляет. Вот опять же, кто там, комбат, тайфун, судя по всему, это главный утилизатор у них. Который положил, он сказал, положил пять батальонов, как бы и продолжает эту работу. То есть можно переименовать его в утилизатора, да, то есть, ну, как тайфун-утилизатор. Это хорошо, это неплохо. Смотрите, что в чем, в чем не то, что нюанс, что характерно, начинает ухудшаться количество людей, вот серьезно многие отмечают, которые идут на украинскую войну со страной Российской Федерации. Проблема с человеческим ресурсом есть. Как бы там Российской Федерации не пыжили, ой, там у нас все хорошо, у нас мобилизационный ресурс, там, сколько, 25 миллионов человек, но уже в Москве собираются действительно откровенные сборы, наркоманы, больные их проверяют, вот только там на ВИЧ, если ВИЧ нет. Ну, именно обороны по тюрьмам продолжают набирать заключенных, тоже ведь не остановишься. Да, именно по сусекам, да, по сусекам. А здесь вот такой аспект. Те заключенные, которые идут в Минобороны российское, это не те заключенные, которые шли в Вагнер. Вагнер это был, знаете, такая большая, не знаю, конвектомат, такая печь большая, которая переплавляла весь этот ресурс, жестокой дисциплиной, жестокими условиями, обеспечением, сделала местные штурмы и добивалась результата. Российская армия, я много раз это подчеркиваю, такие вещи делать не может. Там все очень так костно у них, да, поэтому те заключенные, которые будут приходить, они изнутри будут разъедать российскую армию. Вот Вагнер, Пригожин, чем, как он запрещал разъедать, как он держал, дисциплину, взяли и все. Кто не согласен, обнуляет того, и это вставляло всех остальных быть в тонусе. Здесь российская армия этого дать не сможет. Я больше чем уверен, что большая часть, 80% командиров российских, не смогут уберечь российской регулярной части от тлетворного влияния уголовной среды. Ну, совсем не кажется. А, в принципе, из этого же когда-то в Советском Союзе, примерно из этой же среды, дедовщина в армии началась, так ведь, после войны? Да, ну там был, да, аспект, да, что там кто-то служил три года, потом сделали два года, образовалась обида на этом стыке. И этот стык потом сколько? 60 лет не смогли победить. И уголовников и тогда вроде бы как начали брать в армию тоже. Ну вот еще раз, уголовники, если там не сделать жесткую дисциплину, просто невероятную до убийства, то ничего не будет. Российская армия этого сделать не может. То есть они сейчас по инерции набирают заключенных, им кажется, что так, ладно, прихоженки набирал, мы сейчас будем набирать, мы сейчас будем делать. Но одно дело набрать, а другое дело заставить их идти на мясные штурмы. Каким образом, мне интересно, какой-то Старлей заставит матерых уголовников... Да, 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 Иван, вы абсолютно правы. Ведь когда этого уголовника берут свои же уголовники в свою же уголовную среду, которые живут, в принципе, по понятиям, ну там используя какие-то боевые уставы, конечно, но в основном по понятиям, они понимают, что там есть главный вор, у которого там две отсидки было, да, у всех остальных какие-то срока, и у них есть какая-то иерархия, то здесь какой-то лейтенант, выпускник военного училища, ему туда приходит, не знаю, полроты приходит каких-то убийц, людоедов, там, я не знаю, каких-то страшных буквально людей, и он должен заставить их идти в бой. Как он это сделает, это, наверное, удивительно. Может быть, поэтому вот сегодня Сергей Череватый, Череватый спикер восточного направления, сказал, что буквально за последние сутки погибло практически пол батальона россиян вот под Бахмутом. Это имеется в виду и потери невозвратные, и раненые. То есть вот пол батальона вылетает у них практически за сутки. Понятно, почему вот только мамаши там так записывают активное видео. Поэтому требуют срочной компенсации, срочно требуется новый набор людей, опять же, за счет кого их брать. Вот сейчас Вагнер выпадает из войны. Для нас это очень хорошо. Да, я так вижу ситуацию по Вагнеру, в принципе, обсуждали уже. Часть Вагнера вольется в Минобороны, те, кто не принимали участие в мятеже, их там возьмут. Скорее всего, сделают такую дисперсию, их раскидают по разным подразделениям, чтобы они не кучковались, и будут за ними присматривать. Военная контрразведка будет за ними присматривать. Обязательно. Я думаю, что их первыми утилизируют, скорее всего, помните, обиды, которые Вагнер нанес, скажем так, командованию, и вообще в сторону вооруженных сил. То судьба этих людей в подразделениях, когда их раскидают, мне кажется, что незавидно. Любой командир, как я думаю, по моему мнению, будет первым делом стараться избавиться от такого пополнения, отправляя их ногами мин и топтать или еще чем-нибудь таким заниматься. Да, да, да. Вот это вот первая составляющая будет, вторая составляющая будет вагнеровцы, которые не хотят быть в Минобороны, не хотят подписывать контракты, но и не хотят идти за Пригожина, потому что, по их мнению, он их предал. Я уверен, что есть какая-то часть, процент, не знаю, процентном соотношении, никакой, ну и какая-то категория есть. Мы вот там 200 километров не дошли, зачем ты нас звал тогда, сейчас нам куда идти? В Минобороны мы не хотим, мы же тебе поверили, отвалиться от него. Часть захочет пойти с Пригожиным, но опять же в Беларусь, но тут их будет фигурально разделять, кому можно будет уйти. Скорее всего будет в индивидуальном порядке можно, нельзя, можно, нельзя. Он говорит, тебе, мне, тебе, мне. И отпустят какую-то часть, явно, что без вооружения. Но и они будут понимать, что Пригожин предал один раз и предаст и второй, и третий, если нужно. Да, вот здесь смотрите, он записал интересное обращение такое, да, в сети появилось, что мы вот там на фронты вернемся. Ну давайте так, первое, он не детализировал, какие фронты он имел в виду. Он не сказал про Украину. То есть какой фронт, внутренний фронт, внешний фронт, он не сказал раз. А второе, вот давайте так, я не люблю очень конспирологию, но вот это вот обращение наталкивает меня на мысль, что очень может быть оно сгенерировано, ну не знаю, нейросетью, искусственным интеллектом, с чем угодно. Ну, сомнения есть, поясню почему. Потому что до этого был единственный канал, где появлялись все обращения Евгения Пригожина, все аудио его войсы, которые он делал, с одного телеграм-канала. Все, он сейчас пустой. Он пустой вообще. А я, кстати, нашел вот то, о чем вы сказали, эту фразу. Вот Пригожин заявил, что Вагнеровский марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. И цитата далее. И думаю, что много из этого нам удалось в ближайшее время. Я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Это была цитата террориста. Мне кажется, знаете, это или паранойя, или паранойя, да? Или какой-то третий вариант, которого я не могу понять, но, или все-таки речь идет, может быть, о каком-то внутреннем фронте? Ну, еще раз, он не уточнен, какой фронт. Раз, да? Если возьмем за базу, что это действительно правдивая запись, что это лично он записал, а не сгенерированный. Еще раз. Что мне какое-то сомнение, ну, ничем не подтверждено, к сожалению, что, возможно, сгенерирован был голос его, потому что как-то появилась запись не из ниоткуда. Где она взялась? Кто источник этой записи? Как правило, его телеграм-каналы разгоняют. Вот наш босс. С другой стороны, возможно, что прекратило существование его медиа-империи. Вот это ФАН, Невские новости, что бы ни было еще. Сейчас их активно закрывают. Петербург и фабрику троллей закрывают активно. И вот были по состоянию на вчера такие сообщения, что якобы даже этим журналистам, как это можно назвать, деньги выплачивать не будут. И они начинают поиск нового места работы, рассылают резюме по разным изданиям. Но, насколько я знаю, что даже в российской тусовке журналистка, которая там еще осталась, вот эти вот, те, кто работали на Пригожино, это не рукопожат. Ужас. Да. Знаете, вот наблюдаешь за всем этим, за этими потерями, за пятью батальонами, которые там и думаешь, ну мало, ну реально мало просто они там гибнут, поскольку, снова-таки, по словам Сергея Череватова, вот на восточном направлении, там, направлении Бахмута, они сконцентрировали порядка 180 тысяч бойцов, да. И вот здесь у меня возникает вот такой вопрос, где же ракеты атакам? Вот россияне ведь и дальше и оборону усиливают на захваченных украинским землях и концентрируют для дальнейшего возможного наступления на Востоке, вот, а наши союзники все решают, ну давать нам дальнобойные ракеты или не давать, да. Ну вот пока только у нас есть Storm Shadow, но они авиабазирования, как я понимаю, их, ну не так много, как хотелось бы. Ну а Германия, как мы знаем, вообще отказала в своих ракетах Таурус. Что происходит? Снова вот какие-то из красной линии, которые сам Путин уже давно пересек. Почему так происходит? Нам, вот у нас нет преимущества в людях, как есть в России. Мы никогда не будем воевать такими мясными штурмами, как воюет Россия. Но для того, чтобы быть с ними в паритете, нам нужно оружие, много оружия, в том числе дальнобойные ракеты. Так, смотрите, у меня по людям, по Российской Федерации, вот вы цифру называли там сколько, 170 тысяч человек? 180 тысяч, Сергей Чареватый, называл, на восточном направлении. Да, это те, кто непосредственно ведут боевые действия. Всего там порядка по 370 тысяч, это со всеми вспомогательными подразделениями, обслуживающими, ремонтными. Вот такое число есть. То есть еще раз, 180, это те, кто воюет. Украина пока задействовала 25% от тех частей, которые были собраны непосредственно для прорыва линии обороны Российской Федерации. То есть не забывайте, что есть вооруженные силы Украины, собрались штурмовые бригады, министерство внутреннего дела собрало штурмовые бригады, и ориентировочно только 25% задействовано. Поэтому остальные пока в запасе, контр-раступление не захлебнулось, не забуксовало, оно продвигается медленно. Даже Бен Ходжес признавал, что мы когда высаживались в Нормандии, мы неделями бились, неделями, чтобы хоть как-то закрепиться в Вторую мировую войну. Поэтому не нужно требовать Украину, мы уже там помчались, десятки километров минных полей, поэтому все тяжело, иногда все быстро. По ракетам Атакамс, помимо политической составляющей, которая там есть, мы не беремся утверждать, потому что там есть детали, которые нам непонятны и неизвестны. Вроде как согласились, вроде как обсуждают, потом вроде на паузу поставили. Есть такая версия, которая обсуждается, опять же, не берусь верифицировать, насколько она серьезна. Атакамс – это баллистическая ракета, и очень, скорее всего, в США побаиваются, что она будет сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Это будет такой имиджевый удар для США, что-то в Америке, очень дорогостоящее вооружение, немного его на вооружении. И если будет сбивать, то российская пропаганда получит там, ого, класс, вот это мы классно сбиваем, вот это отлично все. Пока западное вооружение побеждает российское практически по всем фронтам. Да, появилось в последнее время сбитие ракет «Штормшедо» российской ПВО, но тем не менее, очень, очень эффективно. Хаймарцы – эффективно, патриоты – эффективно. Кстати, по патриотам, я думаю, вы тоже обратили внимание, я вашим зрителям еще акцентирую внимание. На днях появилось видео от нашего Министерства обороны, показали работу экипажа «Патриот» и показали вот эти вот наклейки, да, на борту системы, ну, комплекса, уничтоженных, там что было уничтожено, сколько там ракет, и мне понравилось верхний ряд, три вертолета и потом еще три истребителя. То есть, еще раз, я делаю такой осторожный вывод, помните, 13 мая 22-го года Белгород, сбито три вертолета Российской Федерации и два истребителя, и до сих пор непонятно, кто это сбил, и через 9 дней над Черным морем сбивают Су-35, тоже непонятно, кто же это сделал, ну, не знаю. Иван, хотели новость последнего часа с вами обсудить. Йенс Столтенберг остается генсеком НАТО еще на один год, об этом глава Альянса сам сообщил в своем Твиттере, и продлить его срок на посту генсека решили все члены Альянса, и свои полномочия Столтенберг будет выполнять до 1 октября 2024 года. И вот он всех устраивает именно работой в кризисной ситуации, да, как вам такое решение, и что оно означает и для Украины в том числе? Ну, это такой половинчатый вариант. Нет возможности выбрать кого-то нового, обсудить в спокойной атмосфере. Есть человек, который уже занимается этим вопросом, вопросом войны в Украине, решили не менять его, оставить, и потом уже после войны провести нормальный выбор и в спокойной обстановке уже избрать нового генсека. Я уже несколько раз акцентировал внимание, еще раз акцентирую, я более чем уверен, что после того, как Украина станет 33-тью членом Альянса, да, не в этом году, да, не в следующем году, скорее всего, через два года после войны, но первые же выборы генсека Альянса, и на них должен победить представитель Украины, потому что только украинский, от Украины генсек, он сможет, ну, украинец, он сможет дать новый импульс этому Альянсу, даже не импульс, а такой волшебный, извините за жаргон, пендель, да, вот по-другому никак это нельзя. Перезагрузку, скажем так. Пускай будет перезагрузка, это очень красиво, очень так лояльно, демократически сказать, перезагрузка, вот тотально, да, вот в телефоне, перезагрузить, вот полностью сбросить заводские настройки и создать эту организацию с, вижу, создать с нуля, а новые, новые параметры, новые качества, загрузить эффективность и быстроту принятия решений, чтобы не телиться, вот, ну, мы сейчас подумаем, мы сейчас посовещаемся и там, потом что-то мы придумаем, а вот было нападение на НАТО, не было, непонятно, давайте подумаем, организация должна защищать своих членов, а не находить отговорки, почему мы не должны это делать. Ну, и хотел еще про Вагнеровцева спросить, командующий объемных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Украинформы вот тут сообщил на днях, что ни одного подразделения Вагнера на территории Беларуси пока не зафиксировано. Как считаете, появятся? Мы ведь помним, что у Лукашенко-то своя давняя история отношений с наемниками. Давайте вспомним события 2020 года. Я процитирую, так писала тогда пресса белорусская группа из 32 мужчин, задержана в ночь на 29 июля в санатории под Минском. Белорусская КГБ комментирует, что бойцы прибыли для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании. Как вам представляется, если на территории Беларуси появятся целые базы Вагнера, то сместить Лукашенко будет для этих террористов несложно, учитывая их рейд на Москву. Вот эта логика вообще достойна обсуждения? Так, смотрите, называется такая цифра 8 тысяч человек. Почему 8 тысяч человек вылезло? Потому что посчитали количество палаток, которые строятся, размещаются на территории этого городка под Осиповичами, что каждый может вместить определенное количество людей. Да, у нас должно быть фото этих лагерей. Вот в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться эти наемники, я попрошу режиссеров, если они готовы поставить их, вот сообщается, что эти фото были сделаны местным жителям, на них можно заметить действительно, как вы сказали, палатки М-30, внутри этих палаток деревянные нары и настилы, да, и источник этого это телеграм-канал Сирена и мониторинговая группа белорусский Гаюн. Так, смотрите, в продолжение, да, вот они взяли просто, ну, кто снял палатки, сколько там по штату вмещается количество людей, умножили, да, и сказали 8 тысяч. Не забывайте, что все палатки будут использоваться для размещения людей. Там будут кухни, вспомогательные подразделения, какие-то инструкторские, штабные вещи, то есть, поэтому не все будут, ну, не 8 тысяч человек точно не будет. Потом давайте так, пойдем. Если вдруг, даже предположить, ну, в теории, что 8 тысяч будет вагнерцев на территории республики Беларусь, то есть, получается, что Лукашенко просто потерял вкус, нюх, слух на опасность, потому что 8 тысяч человек вагнерцев, это пятая часть всей белорусской армии, так это высокоподготовленные, обученные люди, которые, как их держать, чем, то есть, вокруг них сделаешь, получается, две линии охраны нужно будет, нацепление, полиция, милиция у них, там, войска, КГБ, то есть, это опасность для режима. Я больше расцениваю, что там будет, пойдет счет, возможно, до тысячи вагнеровцев, которые там разместятся, которые будут проводить инструкторскую работу с белорусской армией, чтобы через год сделать ее более-менее боеспособной, там, на танках научить воевать, современные бои, беспилотники, радиоэлектронная борьба, тактика ведения боев в городских условиях. И, кроме того, это будет претарианская гвардия лично Лукашенко, которая должна защитить его от белорусских патриотов, которые объявили, что мы идем, мы скоро появимся, жди нас. Я думаю, этот триггером стал для Лукашенко, вот этот вот он испугался, и, скорее всего, позвал к себе вагнеровцев, вот они станут его такой защитой. Опять, вопрос, в деньгах. Деньги, денежки, денежки. За чей счет будет содержаться сие очень прожорливое подразделение, которое раньше съедало миллиард долларов в год, понятно, там количество было другое, но, тем не менее, даже если 200 миллионов долларов в год, а где взять? За чей счет банкет, кто оплачивать его будет? Лукашенко сказал, я ничего платить не буду. У Привожной деньги обжимают. Да, сегодня вернули те наличные, наличный кэш, который был изъят на парковке, его центров, 65 миллионов долларов вернули. Я не думаю, что он будет за свои деньги финансировать содержание лично ПВК частной военной компании ВАГНа. Это же вопрос, за чей счет? И как долго эти бандиты будут все вместе держаться? Опять же, перефразирую, или напомню цитату свадьбы в Малиновке, помните, какой же атаман без золотого запаса? Если не будет золотого запаса, то мы все разбежимся. Ну и все-таки Лукашенко не знаю, мне кажется, в достаточно напряженном состоянии находится, потому что сегодня они его союзники, завтра они его свергать пойдут, завтра они союзники Путина. То есть здесь-то они же есть дикие гуси, есть дикие гуси. Кто платит, тот и заказывают музыку. Иван, спасибо большое, спасибо за этот интересный разговор. К сожалению, всегда вот не хватает буквально времени с эфири наговориться с вами, поэтому обязательно ждем еще вас на Фридоме. Сударно. Напомню зрителям Иван Ступак, военный эксперт Украинского Института Будущего был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.